Пограничить влияние олигархов на СМИ. Для этого надо разделить на уровне условий, на уровне закона, на уровне лицензии. Разделить развлекательное информационное вещание. Потому что пока у нас идет мыло в перемешку с политиками, люди привыкают смотреть новости и относиться к политике как к шоу какому-то. И с политиками разговаривать как с героями сериалов и относиться к ним как к героям сериалов. Это воспитывает соответствующее несерьезное отношение. Поэтому сперва надо разделить информационное вещание от художественного. Хотите вещать развлекательные программы, пожалуйста, вещайте, но на вашем канале не могут выходить новости. Хотите заниматься новостями, пожалуйста, занимайтесь только новостями, но на вашем канале не могут выходить развлекательные программы. Кто это мог бы сделать? Вот это министерство информации? Это делает парламент. То есть кто в этот закон внесет, это парламент должен принять этот закон. Второй момент это то, что собственники СМИ должны быть известны конечные бенефициар Сейчас СМИ как правило владеет некая офшорная компания Которая по доверенности в интересах людей, которых он не имеет права называть Управляет некий кипрский адвокат или голландский юрист Критически важно знать конечного бенефициара, собственника СМИ Чтобы информация была открыта Без этого просто канал не может получить лицензию Следующий шаг это запрет любому физическому лицу Конечному владеть более чем 50% акций СМИ И при наличии, то есть если мы изменим правила лицензирования по вот этим вот трем направлениям И потом объявим, что дорогие средства массовой информации Пожалуйста, проходите перелицензирование, выполнив вот эти условия Это будет первый такой решительный удар по влиянию олигархов Потому что в таком случае изменится ландшафт Выживут немногие средства массовой информации А те, кто выживут наконец-то смогут быть достаточно влиятельными, чтобы быть независимыми И пытаться зарабатывать и собственно брать у людей деньги за свою работу Потому что СМИ должны тоже осознать себя как бизнес То, что в Украине нет платных изданий, это позор страны, а не ее преимущество Потому что нищий, голодный журналист всегда будет предметом манипуляций со стороны людей, обладающих деньгами Это не только понижает его самооценку, это и унижает его достоинство Потому что журналистика сводится к некой из работы престижной, становится неким таким занятием непрестижным Особенно, что важно нарушает права потребителей информации Потому что они-то не знают, когда, в какой момент тот или иной журналист уже выполняет При том, что исторически наши люди привыкли платить со СМИ То есть существуют подписки, исторически существует до сих пор кабельное вещание То есть люди... То есть бесплатные газеты надо запретить? Их нельзя запретить, к ним просто надо выдвинуть такие же требования, как ко всему остальному Опять же, газеты на стране читают, но самое большое зло все-таки телевидение Телевидение охватывает гораздо больше людей В отношении газет необходима тоже полная ясность Здесь сложно разделить их на жанры, общественно-политическую, информационную и так далее Но крайне важно знать, кто является собственниками заказчиков Крайне важно потребитель Про Крайне все понятно А что еще? Следующие шаги по диагностизации? Следующий шаг это реально... Мы должны имплементировать у себя все европейские нормы, касающиеся базовых индустрий Вот, допустим, в Европе действует правило, согласно которому Транспортировка, добыча энергоресурсов, производство энергии, транспортировка энергии И продажа ее населению Это три отдельных вида бизнеса, которые не могут быть объединены в единой компании Это вот европейская реальность В Украине необходимо предпринять те же самые шаги для того, чтобы разделить и лишить Потому что вот лишить олигархов монопольного статуса в тех отраслях, которые они контролируют Но они наоборот стремятся только к монополии, разве нет? Опять же, это вопрос с законом Сегодня ситуация такова, что общество может надавить на политиков, чтобы они эти законы принимали Получается, политикам, вот таким вот, немножко непорядочным, как Рашков, выгодно сейчас Чтобы не замечали их роли в этом И тех инструментов, которыми они наделены для изменения системы А весь гнев свой нацеливали на вот этих вот Ну, конечно, олигархи это во многом выдуманная сущность Для того, чтобы люди ненавидели их, пока политики творят гораздо более подлые дела Ну, как вам сказать, вот коррупция, допустим, политическая Это все-таки отягощающие обстоятельства Потому что политик первоначально призван общественное благо умножать и заботиться о нем А не присваивать им Поэтому... То есть он сам решает для себя, быть ли ему прислужником у олигархов Или менять систему, используя ручейки Он не является прислужником у олигархов Допустим, он может зарабатывать не только на олигархов Ведь коррупция, она касается, допустим, распределения земель Ведь ни Ахметов, ни Пинчук не занимаются застройкой Киева, допустим Или там ремонтами дорог Или сугубо такими государственными делами Или закупками лекарств Закупкой вещей для государства и для людей Прямо скажем, там крутятся миллиарды денег И никто из олигархов к этому не имеет абсолютно никакого отношения Это бизнес сугубо политиков Чиновников Чиновников Значит, лишить монополии второй шаг после СМИ А третий? Третий шаг это... Монополии, количественные собственники Ну и запретить, соответственно, лицу владеть там более 50% в СМИ Это мы вот блок про СМИ закончили Второй блок, это все-таки антимонопольная политика У государства должна быть антимонопольная политика Первое, необходимо в энергетике разделять, как я говорил, производство, транспорт и сбыт Для этого надо менять энергетический рынок страны Опять же, здесь не только интересы олигархов переплетены Потому что здесь чиновники, которые регулируют вот эту вот машинку Которые занимаются там перетоками энергии, транспортировкой газа и так далее Это они сегодня получают деньги И, грубо говоря, отдают преференции тому или иному поставщику за взятки Для того, чтобы этого не было, эти бизнесы надо разделить И антимонопольная служба должна владеть, чтобы ни в производстве, ни в транспорте, ни в рознице Притом, что транспорт должен остаться всегда государственным Не было никаких злоупотреблений в отношении игроков Чтобы никто не мог стать, консолидировать у себя большинство то ли и нуля Но бытует мнение, что они только на этом и живут Это возврат НДС, мошенничество с возвратом Всевозможный уход от налогов Что они только и живут за счет нарушения преступлений Ну, больших преступлений, если утаивание денег Что они только за счет бюджетных потоков живут Разве выживут наши олигархи, украинские по европейским правилам? Олигархи не имеют ничего общего к бюджетным потокам Они занимались консолидацией собственности А нет, тендеры, извините, выигрывали, это же бюджетные деньги Тендеры выигрывали у нас всегда структуры, близкие к власти Но это и есть олигархи Олигархи всегда есть, которые у власти или близкие к ним Олигархи старой волны, как мы, те, кого мы любим и знаем Они строили, они занимались советским наследием, индустриальным Это люди, которые контролируют советское индустриальное наследие Они его контролируют с целью экспортировать продукцию Потому что их бизнес на экспорте И это очень прибыльный бизнес был Потому что у нас по инерции всегда были там дешевая рабочая сила, дешевые ресурсы Этот ресурс сейчас заканчивается? Он уже закончился Советское наследие, оно разваливается на наших глазах Для них уже объективно наступили сложные времена Ясно